Всем привет ребята, с вами Квист. В современном мире существует огромное количество неразгаданных тайн и загадок. Одной из них являются смертельные файлы, которые каким-то непонятным образом влияют на психическое состояние человека и на его самочувствие. Как пишут во многих источниках информации, после просмотра одного такого файла появляется резкая боль в голове, начинается рвота кровью, галлюцинации и так далее. Эти симптомы чаще всего вызываются биорезонансным воздействием, а именно белым шумом. Как мы знаем, инфразвук и ультразвук плохо переносятся человеком и даже могут вызвать смерть. И именно эти звуки вызывают такое воздействие на человека. В сегодняшнем видеоролике мы с вами поговорим о Вайоминском инциденте, произошедшей в 1987 году. Поехали! И я начну с легенды. Штат Вайоминг, Соединенные Штаты Америки, 22 ноября 1987 года. Это был обычный осенний вечер. Большинство людей уже сидело дома, они ждали новую серию сериала «Доктор Кто». Все бы ничего, но и произошло то, чего никто не ожидал. Во время показа телепередачи «Доктор Кто» сигнал внезапно дал помехи, после которых в эфире появился экран, разлинованный полосами разных оттенков серого цвета. На полосах было написано следующее. Мы представляем специальную презентацию. Все зрители ожидали чего-то важного, но вместо этого появились сильно рябящие сначала части лиц, а затем проекции голов неизвестных. Такое чувство, что это были мертвые люди, от которых кровь застывала в жилах. Людей охватил страх от застывших грима с телевизора, как будто кто-то стоит у них за спиной и пристально наблюдает. Одновременно с показом этого ролика доносились следующие фразы. «Ты болен. Ты можешь потерять все. Мы просто хотим тебя исправить. Мы стоим за дверью. Ты потерялся на пути, что прячется в твоем воображении». В общей сложности эта дичь длилась 6 минут, после чего эфир вернулся на тот момент, где и прервался. В ту же ночь, практически сразу после эфира, в местные поликлиники обратилось сразу несколько десятков человек с жалобами на сильную головную боль, на беспричинный страх, на тошноту, головокружение и галлюцинации. Расследование инцидента так ничего и не дало, и хакер, взломавший сигнал, так и не был найден. Вокруг этого ролика гуляет огромное количество противоречий. Во-первых, в описании можно понаписать все, что угодно, но, как гласит русская народная мудрость, на сарае тоже написано, а там дрова. В описании указано, что сигнал был взломом в 1987 году в 23 часа во время сериала «Доктор То». Но ведь люди могут спокойно отличить сериал от новостной передачи. А уж если человек и в английском языке разбирается, так это вообще красота, ведь можно узнать, что в новостях говорится о президентских выборах в США в 2008 году. Да и сама запись выглядит не на конец 80-х, а как раз на 2008 год, так что 1987 отпадает сразу. Во-вторых, подробное исследование ролика показало, что в звуковой дорожке содержались модуляции очень низких частот в 16-19 Гц, которые практически не воспринимаются человеческим ухом, но зато сильно влияют на психику, создавая чувство страха, неуверенности и угнетения. Такую частоту можно услышать, к примеру, если вы находитесь вблизи от землетрясения. Но хочу вас огорчить, это последнее, что вы услышите. Что касается картинки, то именно она заставила героев мифического взлома высрать тонны кирпичей. Мало того, что все эти бошки передавались как будто с марсианской тарелки, но и выглядели они действительно жутковато. Все лица были абсолютно симметричны, что говорит о том, что изображенные на них люди либо мертвы, либо близки к смерти. Еще бошки появлялись внезапно, что тоже немаловажно. Правда, никому и в голову не приходит, что эти рожи тупо могли просто нарисовать, разработав одну половину лица и отзеркалив ее. Вот вам и симметрия. С уверенностью можно сказать, что данная история ролика является фейком. Абсолютным доказательством этому являются имена ведущих в конце ролика. Если забить в гугле имя ведущей, вы найдете информацию о ней, где сказано, что она работает на Вайоминском ТВ с 2006 года. Несмотря на тот факт, что история ролика является выдумкой, его спокойно и безо всяких усилий можно найти в интернете. И если вы глубокой ночью решитесь его посмотреть, находясь одним в комнате, то будьте осторожны. Никто не знает, что может с вами произойти. На этом мы заканчиваем разбирать Вайоминский инцидент. Спасибо всем за просмотр, не забывайте поставить под этим роликом лайк, а также подписаться на мой канал. А с вами был Клист, всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok